Всем большой привет! Сегодня я впервые снимаю в такой обстановке, то есть не при солнечном свете, потому что солнышко у нас светит практически каждый день, очень редко бывают пасмурные дни. И сегодня я решила снять впервые вечером. Нашлось время вечером и решила попробовать. Вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такое освещение. Ничего или лучше не надо. Сегодня я хочу вам рассказать по, в общем-то, не то чтобы по просьбам, но по моему собственному предложению. Вы оставили мне комментарий, что вам было бы интересно послушать про учебу, то есть как прошел мой первый семестр обучения в Испанском университете. И я решила именно сегодня такое видео и снять. Сегодня у нас 23 декабря, и сегодня я сдала свою последнюю работу по учебе, и теперь я свободна аж до 12 января, что, конечно, не может мне не радовать. Ну и хочу вкратце, как можно коротко и прочее, если получится, конечно, потому что вы знаете, что у меня коротко и редко получается, но да ладно. Рассказать о том, как же все-таки прошел мой первый семестр, я не знаю, как его назвать, четверть семестр, потому что учились мы всего два месяца, по сути, полных два с небольшим месяцем. Но эти два месяца были довольно-таки интенсивными, и поэтому есть о чем рассказать. Итак, как я уже сказала, учились мы два полных месяца, даже с небольшим. Начали 20 октября и закончили вот, ну, можно сказать, сегодня. За эти два месяца нам было начитано 7 предметов, и по всем этим предметам мы сдавали какую-либо отчетную работу. По большинству это была либо групповая работа в письменном виде и в виде презентации одновременно. По каким-то предметам мы писали индивидуальные работы, каждый за себя. По каким-то предметам, вернее, по одному предмету у нас был экзамен, естественно, каждый сам сдавал экзамен письменный. И по одному предмету нам вроде как поставили автомат, сказали, что никакие работы написать не будем, ничего не будем делать, только путем посещения лекций, семинаров и активного участия в работе мы получили свои оценки. Но все по порядку. Начнем с того, что занятия приходили у нас каждый день, с понедельника по четверг, по две пары во второй половине дня, там с 4 до полуосьмого, грубо говоря так. И, значит, какие-то предметы у нас начались с самого начала, допустим, 20 октября они начались, и 4 недели нам читали этот предмет в какой-то определенный день, по две пары, как я уже сказала. И потом проводилась контрольная работа, вернее, отчетная работа сдавалась в какой-то определенный срок. Некоторые предметы, так как 7 предметов никак не уместить, в 4 дня недели, да, в понедельник, вторник, среду, четверг умещаются только 4 предмета. Оставшиеся 3 предмета у нас начались позже, то есть какой-то предмет кончился, начался другой. Какие же это были предметы? Ну, такие, как, например, финансовый анализ, финансовое управление. Вы, наверное, подумаете, что это странно, ведь я училась, вернее, учусь на факультете туризма, но у нас факультет туризма и финансов, то есть бывает в факультете, допустим, туризм, география, туризм, еще что-то, туризм, еще что-то, то есть какие-то есть все-таки смежные специальности, которые связаны так или иначе с вашей. Так вот, в нашем случае это финансы, поэтому у нас было достаточно много дисциплин, связанных с финансовым управлением, с бухгалтерией. Я узнала такие термины, о которых вообще никогда не слышала даже в русском языке. Теперь я их знаю на испанском, на русском я их не знаю, я понятия не имею, что это такое. Я умею высчитывать балансы, умею их анализировать, умею определять, прогорит ли фирма в ближайшие N лет, то есть на какое-то количество лет вперед я могу проанализировать финансовое, экономическое состояние отдельной компании. Естественно, если у меня будут какие-то данные изначально, да. Вот, потом у нас был маркетинг, у нас были, как это называется, «Рекурсус уманус». Управление персоналом, да. Управление персоналом. У нас был предмет такой общий, как методы исследования, то есть нас учили искать информацию, как в каталоге библиотеки нашей, то есть, естественно, там электронный каталог со всеми возможными вариантами данных, то есть начиная от физических книг, заканчивая электронными книгами, журналами и так далее. Потом нас учили искать информацию в различных базах данных научных. Нас научили составлять библиографическое описание. Это очень важно, я очень пожалела, что в моем российском ВУЗе нас этому не научили, то есть все библиографическое описание, это список источников, которые вы использовали в той или иной работе, мы писали это все вручную, допустим, к своему диплому, а у меня было там порядка, наверное, 100 или даже больше 100 источников, когда я писала диплом в России. То есть все это я писала вручную. Нас же научили, как пользоваться одной программой, которая вам сама составит библиографическое описание в зависимости от того, какие источники вы использовали. Там, конечно, есть свои особенности, и не со всеми источниками она правильно срабатывает, но, в принципе, это очень облегчает работу. Что еще у нас было? У нас был очень интересный предмет, который называется «Стратегическое управление на туристических предприятиях», приведем его так. И по этому предмету у нас была интересная форма отчетности. Она состояла в том, что после первой лекции, то есть после первых двух пар, нам дали, скажем так, задание. Это задание состояло в том, чтобы проанализировать состояние одной испанской туристической компании, очень крупной, которая несколько лет назад развалилась, и ее больше не существует. Соответственно, осталось много людей без работы, ну и вообще ничего хорошего это за собой пока не повлекло. Ну так вот, нам нужно было проанализировать всю историю этой компании на основе различных документов, прессы и тому подобного. И, соответственно, проанализировав всю эту ситуацию, в группах мы работали, в группах по 4-7 человек, обычно это было 4-5, нам нужно было проанализировать всю эту ситуацию и выбрать какой-то момент времени в истории этой компании, в истории ее существования, и сказать, что да, в этот момент руководство компании могло бы что-то сделать, то или иное решение принять, изменить и так далее, для того, чтобы эта компания не развалилась. То есть нас учили мыслить стратегически и выбирать, то есть принимать правильные решения в нужный момент времени. В общем, нас распределили на группы, причем практически в произвольном порядке, вернее как. В каждой группе обязательно должен был быть кто-то, кто ранее изучал туризм или хотя бы какую-то смежную с туризмом специальность, потому что группы у нас достаточно разношерстные, и далеко не все у нас из туризма вышли, как я, например. Но в нашей группе была девочка, которая изучала туризм, и другая девочка тоже изучала туризм, но давно. Вот, у нас было 5 человек в группе, одна из представительниц моей группы была китаянкой, и она очень плохо говорила по-испански, поэтому фактически в работе не участвовала. Что, в общем-то, повлекло, ну не то чтобы проблемы, но я думаю, что на ее особенность это скажется, потому что вся соль этого задания в том, что помимо того, что мы должны вместе работать в группе, и принимать решения сообща, то есть преподаватель в этом практически участие не принимал, он так нас немножко направлял, но все исходило от нас, инициатива, все идеи исходили от нас. Мы должны были в конце, уже после того, как мы приняли решение, после того, как мы уже полностью проанализировали ситуацию, все, уже знаем, как изменить течение времени, если бы это можно было сделать, и вернуть эту фирму, собственно, опять в строй. Так вот, в этот момент, когда уже работа написана, когда уже презентация составлена, когда мы уже все перед всей нашей аудиторией представили, презентовали наш проект, в этот момент мы должны друг друга оценить, то есть каждый приносил на листочке бумажки имя членов группы, начиная от тех, кто лучше всего работал, заканчивая теми, кто худше всего работал. Хуже всего работал, худше, говорю. Так вот, естественно, китаянка, которая практически ничего не принесла в наш проект, она будет, ну, 100% на последнем месте, я уверена, что никто за нее не проголосует из нашей группы, просто потому, что она физически не смогла, как бы она ни старалась, она не смогла ничего привнести нового, скажем так. И после этого каждая группа голосовала еще за группы соперники, то есть нам больше понравилась презентация этой группы, а меньше всего нам понравилась презентация вот той группы. Таким образом, в нас развивали дух соперничества, дух состязательности и сказали, что в реальной жизни это нам очень пригодится. В какой-то степени это было интересно и необычно, захватывающе и, на мой взгляд, полезно, но для кого-то это стало таким не очень хорошим решением со стороны преподавателя, потому что группы были не совсем равнозначны в каких-то группах, были очень жесткие конфликты, там чуть ли не до слез доходило, просто потому что встречались два лидирующих человека, или наоборот, два человека, которые просто не переносят друг друга по каким-то своим обстоятельствам, и, в общем, у них, да, были проблемы. Как я уже сказала, форма отчетности зависит от преподавателя, либо это письменная работа, которая сдается, либо присылается на почту, либо сдается в бумажном виде, и плюс всегда еще нас просили делать презентацию в PowerPoint, то есть оценка составляется из того, как вы написали работу, и как вы ее презентовали, то есть как вы ее показали публике. И для меня это было достаточно сложно, потому что, как выяснилось, я совершенно не умею говорить на публику, я начинаю очень сильно нервничать, это даже видно, когда я говорю на камеру, но когда перед тобой сидит целая аудитория людей, это еще более заметно. И, да, были, конечно, у меня с этим проблемы, с нервишками. Вот. Что касается моих одногруппников, группа у нас ворвалась такая очень многонациональная, я уже, по-моему, рассказывала в видео о поступлении, что у нас были люди, вернее, есть люди из России, есть люди из Венесуэлы, из Марокко, из Китая, из разных-разных частей Испании, там, начиная Барселоной, заканчивая Саламанкой, и, в общем, откуда только нет народа. И как-то сразу все разбились на такие небольшие группы, но я думаю, что во всех таких крупных коллективах, учебных особенно, да, подобное происходит. И я подружилась с двумя, нет, с тремя девушками, одна из, вернее, две из Севильи и одна из Малаги, и мы с ними, в общем-то, продолжаем общаться и по сей день. Вот. Ну, в целом, хочу сказать, что различия с обучением в российском университете, они есть и они заметны, но они не настолько, то есть, не настолько небо и земля, что там так, а у нас так, совсем по-другому, все невозможно к этому привыкнуть и на это настроиться, нет, такого не было. То есть, более или менее как-то перестроиться можно. То есть, если вы обучались в каком-либо вузе, какой-либо страны, более-менее развитые, то я думаю, что в испанском вузе, обладая хотя бы какими-то базовыми знаниями испанского, ну, конечно, чем лучше они, тем вам будет проще, но даже если у вас средний, высокий уровень, я думаю, что справиться вы будете вполне в состоянии. В целом, мне пока нравится. Какие-то предметы, мне кажется, более полезными, интересными, какие-то менее, но я думаю, что это всегда так, то есть, этого невозможно избежать, чтобы абсолютно все нравилось и все было интересно. И с 12 января мы уже разделяемся на три потока, и я выбрала для себя специальность управления качеством, то есть, у нас будут там стандарты качества, и все с этим связано именно по отношению к туризму. Надеюсь, что это будет интересно. И что касается дипломной работы и практики, то это все еще надо смотреть. То есть, если с дипломной работы и с дипломным руководителем я уже более-менее определилась, что это будет и кто это будет, то с практикой пока еще ничего не известно. Практику нам всем гарантируют 100%. Она будет неоплачиваемой, но она будет. И будет она, начиная, наверное, с апреля приблизительно. В течение двух месяцев мы будем проходить практику. Но все подробности будут уже не раньше, там, середины января. Вот, это, наверное, все, что я хотела вам рассказать. Естественно, получилось очень долго, поэтому я у вас прошу прощения, как всегда. Еще раз вас поздравляю с наступающими праздниками. Надеюсь, что вы их проводите в кругу семьи, в кругу друзей или хотя бы приятных вам людей. И я думаю, что мы с вами очень скоро увидимся. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok